Трижды молил я Господа о том, чтобы Он удалил это от меня, но Господь сказал, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Друзья, не все мы в жизни понимаем, особенно мы не понимаем страдания, не понимаем боль, но я хочу напомнить всем, кто в эфире, кто находится в зале, Бог не перестает быть Богом, даже если человек Его не понимает. С того времени, как человек возмутился и сказал, я этого не понимаю, это не значит, что Бог исчез, это не значит, что Бог перестал действовать, это не значит, что Бог перестал быть Богом. Он все равно Бог. И иногда он избавляет, и слава Богу за милующую силу и любовь Божию, иногда он допускает. И когда апостол Павел просил изменений, просил помощи, исцеления, Божий ответ был для него, в его ситуации, «Довольно для тебя благодати моей». То есть благодать – это что-то такое, что людям помогает, что это дано верующим людям, только верующим людям, что помогает им проходить трудности, смотреть на мир, на обстоятельства, с другой перспективой. И Библия советует, 2 Тимофея 2, мы читали, «Укрепляйся, Сын мой, в благодати». То есть есть метод, который, возможно, не для всех понятен, не для всех известен, который укрепляет нас, помогает нам, укрепляйся в благодати. И дальше мы с вами проходили 4 пункта, как это на практике работает, как укрепляться благодатью. Первое, мы с вами говорили, нужно понять значение и действие благодати, потому что можно согласиться с тем, что оно звучит хорошо, но нам важно, чтобы оно на практике работало в моей жизни. Мы с вами об этом многом говорили в первой и второй части. Дальше, второй пункт. Мы с вами говорили, чтобы укрепляться благодатью, нужно признать свою беспомощность, свою зависимость от Бога. Третье, мы с вами говорили о том, что нужно питаться Словом Божьим. В Евреям 13 написано «Хорошо благодатью укреплять сердца». То есть укреплять полезно внутреннего человека, укреплять наш дух и наше сердце можно благодаря Слову Божьему. Контекст этого местописания именно как раз об этом и говорит. Второе Петра, мы с вами читали третья глава «Возрастайте в благодати и познании». Писание вызывает нас на следующий уровень, бросает нам вызов, что благодать нужно не просто знать, не просто понимать, не просто уметь ею пользоваться, но в благодати нужно развиваться и расти. Написано «Возрастайте в благодати». Написано «Возрастайте, развивайтесь в познании Бога». А это невозможно снова без Слова Божья. Дальше, четвертое мы с вами говорили, чтобы укрепляться благодатью на практике, это проводить время в его присутствии. В Евреям 4,16 мы читали с вами, что Писание Бог приглашает приходить к престолу его благодати, то есть в его присутствии, где человек наедине качественно проводит время с Богом, в молитве, в чтении Слова, для того, с какой целью, чтобы получить помощь в вашей нужде. Итак, сегодня заключительная часть. Мы с вами посмотрели четыре пункта, и последний пункт будет называться «Бог смиренным дает благодать». Итак, четыре ступени, практических, как вы можете. Мы можем укрепляться благодатью, и один из них в Писании написано очень конкретно, что Бог благодать дает, но дает определенной категории людей, и Он дает ее смиренным людям. Интересно, что благодать – это то, что что-то хорошее, даже если человек не знаком с Библией. Но когда человек знаком с Писанием, мы понимаем, что в этом есть сила, которая людей изменяет, которая помогает в духовном росте, которая дает силы проходить трудности и даже боль. Потому что нужда, к которой обратился человек к Богу, вот у меня боль, Господи, удали это жало, у каждого оно у нас разное. Бог ответил – достаточно для тебя благодати. И вот Иакова 4, 6 написано. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Первое, что нужно отметить – кто дает? Бог. Кто дает благодать? Бог. И Он ее дает. И вопрос – кому? И здесь подчеркивается, что благодать дается смиренным людям. Как же ее достичь? Как попасть в эту категорию? Именно быть в числе смиренных людей. Я думаю, полезно для нас поразмышлять, что такое смиренный, что такое смирение. Смиренный человек – это спокойный человек, это кроткий человек, это мирный человек, тот, который не превозносится, не ищет славы себе, не воздает злом. Человек, который смиренный, у него в сердце есть стремление подчинять свою волю воле Божьей. Смирение – это добродетель, это противоположность гордости. Смирение, друзья, это также наш выбор или решение, потому что 1 Петра 5.5, этого нет на экране, написано «облекитесь в смиренномудрее», потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Чтобы одеться, тут написано «облекитесь», это уже выбор. Каждый человек выбирает, в какую одежду одеваться, в какой бренд одеваться. Точно так же и смирение. У человека есть выбор. Когда человек говорит, что я не промолчал, не смог там сделать что-то, меня достали, раздражали. С одной стороны, это для всех людей понятно, потому что нас всех достают. Но когда человек говорит, что я по-другому не мог, если это человек рожденный свыше, верующий, то для этого нам и дана благодать, что мы можем реагировать по-другому. И в этом мы призваны развиваться. То есть у нас есть выбор, вариант одеваться в эту одежду. Написано «облекитесь в одежды в смиренно мудрее». Второзаконие 8.2 написано. «Помни весь путь. Каждому из нас можно что-то вспоминать из прошлого, которым вел тебя Господь». Дальше. «Вел по пустыне». Интересно, что пустыня никому не нравится. Пустыня, кажется, там нет ничего хорошего, а тем более Бога. Но здесь подчеркивается, что по этому трудному пути человека вел Бог. По пустыне вел Бог. Интересно, что это было не две недели, а было 40 лет. И Бог руководил, полностью управлял этим процессом. И в этом процессе были люди, которым не хотелось там находиться. И дальше написана цель Бога. Бог это делал с людьми. И сегодня призывает всех помнить об этом, что такие методы и сегодня существуют. Потому что Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, чтобы узнать, что в сердце твоем. Как бы нам это не нравилось, можно кричать, «Я не согласен», «Я не буду». Это, знаете, бывает, как ребенок маленький говорит, «Я не буду, я не хочу». А родитель взял ребенка так на руки и понес. А он кричит, «Я не буду, я не хочу». А в принципе это ничего не меняет. Так вот бывает иногда, друзья, и с Богом. Со взрослыми детьми Божьими. Мы идем по жизни, нам что-то не нравится, что-то нам непонятно. Но важно знать, что Бог сам лично стоит за этим процессом, занимается этим процессом. И лично Бог следит за тем, чтобы людям оставаться, иногда возвращаться в позицию смирения. Бог ведет людей по жизни и сегодня с целью, чтобы смирить и испытать. В чем же выражается это смирение? Обиженный человек, униженный человек, раненый человек, человек, который живет с болью, слабый человек, но он, как выражает смирение, он не ропщит, не воздает людям злом, но при этом служит благословением для людей и приносит славу Богу. Вот как выражается смирение. Смирение – это не просто я молчу, надулся, обиделся, смиряюсь. Смирение – это не просто, что он такой хлюпик, он не знает, у него нет выбора, нет мнения, у него нет других вариантов, у него другие варианты есть. Он может реагировать по-другому, он тоже может и крикнуть, он тоже может и злом воздать, он тоже может ударить, он тоже многие вещи может. Христос, он многое мог, но написано, что он смирился. Не потому, что он не мог, он мог. В этом и сила, что он мог действовать по-другому. И человек выбирает смириться. И вот когда мы говорим о смирении, которое проявляется в жизни христианина, это не просто такое тихое, непонятное, незаметное, хотя там есть присутствие тишины внутренней, но это поведение смирения, оно всегда будет приносить благословение окружающим людям, будет привлекать внимание и будет приносить славу Богу. А мы, как верующие люди, к этому призваны. 2 Коринфянам 12.9 написано «Довольно для тебя благодатью моей, ибо сила моя, сила Божья проявляется или совершается в немощи». Когда человек слабый, раздавленный физически, возможно, какая-то у него слабость, или морально, эмоционально он где-то побит, ранен, «И потому, апостол пишет, гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Почему в них, именно в таких людях проявляется сила Божья? Потому что у них есть смиренное сердце и правильный дух. Это угодно Богу и полезно людям. В Библии, друзья, не только один апостол Павел проходил вот эту долину. Не только он один жил с болью, с вопросами. Казалось бы, с тем, что Бог оставил. Часто верующие люди борются с этой мыслью. «Бог меня оставил», «Бог меня забыл». Есть и другие примеры из Библии. Например, с такими же проблемами, вопросами боролся Иов, Иеремия, Давид, который говорил Богу, «Боже, я одинокий, Ты меня оставил». Господи, услышь, кто знает историю плач Иеремии, кто знает историю Иова, который потерял, кажется, в жизни все, что можно было потерять. Осталось только одно дыхание, и он сам даже не хотел дышать. Так было больно и трудно. Но это библейские герои. Но есть и современные герои. Кто знает Ник Вукич, это человек, который без рук, без ног родился. Сегодня он христианин, прославляет Бога в немощи, в слабости, полный инвалид, но несет людям ободрение, надежду, благословение. Есть еще Джонни, которая тоже сломала свой позвоночник, тоже, казалось бы, могла бы роптать, но она не служила людям благословения. Николай Куриленко потерял, простите, Виктор Куриленко потерял два глаза, был незрячим, мог бы тоже обижаться на судьбу, на людей, на Бога, но он служил благословением, даже будучи в немощи. Вот это чувство Богооставленности возникает, друзья, у нас и сегодня. И даже Иисус Христос, помните, вися на кресте, переживая страшную боль, что Он сказал? Отче, зачем ты меня оставил? Вы понимаете, когда человек живет с болью, проходит боль, у него сразу в мыслях вот эта борьба, «Бог меня оставил», «Бог меня забыл». Но зная контекст Писаний, мы понимаем, что как раз наоборот, Бог не потерял контроль, Бог не оставил. Потом мы знаем триумф, победу, мы знаем, какая была сила в том, что Иисус Христос в определенный момент своей жизни, Он смирился, и смирился даже до смерти крестной. Хотя вот это чувство Бога, что Бог оставил, оно одолевало причину, боль. Физическое или душевное, без разницы. Но важно извлечь урок, что Бог и тогда не оставил и не потерял контроль. И когда мы, живя с болью, все равно правильно реагируем, мы приносим Богу славу. Смотрите, что написано 1 Коринфянам 10.31. Итак, кушаете ли, пьете ли, или что-либо другое делаете? Все делаете с какой целью? Чтобы это приносило Богу славу. Правда, у вас настроение поднялось? Думаю, сегодня после служения, как пойду, как накушаюсь, как напринесу Богу славу. Кажется, три раза в день или пять раз в день Бога славлю. Друзья, но здесь смысл в другом. Смысл в том, что, смотрите, есть люди, которые не могут ничего делать, кроме того, как кушать и дышать. Это инвалиды. Это люди парализованные. Это люди на колясках инвалидных. Они ничего другого не могут делать. И написано, и даже для таких, у них есть выбор, приносить Богу славу. То есть своим поведением, своими разговорами, своим настроением. Либо Бога прославлять, все будут удивляться. Странный человек. Ну просто странный. Вы смотрите на него, вас оно парализует. Вы не знаете, как реагировать. Какие слова сказать этому человеку, лежачему? А он иногда говорит, слава Богу. Как дела? Все хорошо. Тебя еще ободряет, вдохновляет. Ты смотришь на это? Ты не понимаешь. Ну как это? Вот такие цветочки, друзья, и приносят Богу славу. Вот правда, когда вам будет тяжело и трудно, и больно, вы сразу прибежите, позвоните им и скажете, может, есть какое-то слово утешения у тебя. Ты уже 20 лет лежишь, только кушаешь, пьешь и лежишь, но Богу славу приносишь. Но я вам приведу пример одного человека, одной женщины, которая не только кушала, пила и дышала, ни руки, ни ноги не работали, но такую мощную славу Богу приносила. Но самое главное, в немощи, в полной слабости, полностью, можно сказать, можно обижаться на весь мир, вся жизнь, судьба искалечена. Но можно приносить Богу славу своим поведением, своим настроением духа. Хоть ты только можешь кушать, но вы понимаете, ты даже кушаешь по-другому, ты просто улыбаешься, твое лицо светится по-другому, ты представитель живого Бога, ты представляешь Христа, не только в церкви, на работе, в колледже, в гараже, по тракам, все понимают, ты по-другому разговариваешь, ты по-другому реагируешь, ты по-другому мыслишь. Почему? Ты приносишь всем, все, что ты делаешь, все, что ты делаешь, приносишь Богу славу. Но для этого, друзья, нам нужна Божья благодать. Божья благодать – это вот это сверхъестественное Божье влияние, которое делает нас хорошими. Все, что вы знаете, во мне хорошее, это не потому, что я такой хороший. Во мне есть недостатки, есть вещи, которых я жалею, которые я понимаю, что я делаю неправильно. И каждый раз, когда человек осознает, что все у тебя хорошее, это тебе Бог дает, это Бог, работа Святого Духа внутри нас, она нас милует, прощает. Люди бы тебя давно списали, и некоторые уже давно списали. Но Божья благодать, милость, она дает нам шанс, снова шанс, 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 чтобы мы преображались в образ Божий. Это невозможно без Божьей благодати. Она нам так необходима, как хочется, чтобы каждый верующий и неверующий задался целью. Я хочу понять, как эта штука работает, как эта благодать действует, как она может меня менять, как она может мне помогать с моей болью справляться, жить, не просто жить, но еще и служить, быть для других благословением. Пару примеров людей, которые служили благословением, как мы с вами прочитали, в немощи я силен, один из них, это мой папа. Я помню, когда он уже еле-еле ходил, он болел, от этой болезни потом и умер. Я помню, как он звонил некоторым людям, я был свидетель разговора, там кто-то кашлял, и он звонил, спрашивал, как у тебя здоровье? И люди говорили, Виталий Иванович, вы что, в вашем состоянии? Вы спрашиваете, как мой кашель? Да вы что? Вы понимаете, какое вот это вот соль, влияние, какое оно оказывало на людей, которые были, ну, в нормальном, как бы, состоянии? И я помню, как он, кто в церкви давно, он говорил, последнюю проповедь, последнюю, вот здесь стоял на кафедре, и он сказал, я самый счастливый человек. Вы понимаете, такие слова, это, по-моему, было за 4-5 дней до его смерти, но никто не скажет, это нелогично, никто не может это сказать, нормальный человек, человек, он это не скажет. Это невозможно без благодати, это невозможно без вот этой внутренней силы, внутреннего, другого измерения взгляда, сами мы не можем, это не психологические какие-то тренинги, трюки, это только действие Божьей благодати, которое так нас внутри преображает, так мы смотрим на жизнь по-другому. Друзья, как хочется, вот такого уровня нам достигать? Я вам свидетельствовал об одном человеке, его зовут Дэвид Гиббс, эту фотографию вы сейчас увидите, и вы сможете его посмотреть, свидетельство на русском языке в Ютубе. Он рассказывает о своей маме, которая была в один день парализована, у нее не работали ни руки, ни ноги, и даже шею она не могла поворачивать. И вот она рассказывает, он рассказывает историю, как этот Дэвид, как он обижался на Бога, как он встретился первый раз с мамой, после того, когда он ее два года не видел, у нее был там гепатит, менингит позвоночный, и у нее, друзья, первый вопрос, который был у Давида, что Бог, как ты мог это сделать, как ты мог это допустить? И мама не могла повернуть шею даже, и Давид возмущался и говорил, Боже, ты забрал у нее руки, ты забрал у нее ноги, ну хотя бы шею ты ей оставил. Но это мама посмотрела, и он рассказывает вот эту историю, и говорит, вы знаете, что родители могут читать наши лица. Я помню, в детстве нам мама говорила, ты обманываешь, а я говорю, я нет, я не обманываю, мы там что-то натворили, там убрали как-то, знаете, как мы убрали, все в шкаф запихали и встали так, чтобы двери держали, чтобы не открывались, как бы, а мама инспекцию делает, и она говорит, я вижу, ты обманываешь, а мы говорим, нет, а потом я помню, один раз пришел к маме, говорю, мама, скажи, а как ты знаешь? А родители же, они же по глазам читают детей. Точно так же и здесь, Давид рассказывает и говорит, что мама ему говорит, Давид, не вздумай даже думать, не вздумай думать о том, роптать на Бога. Все содействует ко благу. Ну какое благо? Ну какое? Ну расскажите, люди, помогите мне, я не справляюсь. Но это только люди, которые имеют отношение с Богом. Вот это вот сила Божья внутри, она делает людей вот такими необыкновенными, красивыми, даже в немощи. И дальше, друзья, я помню, он рассказывает, что когда у них была семейная молитва, и папа провел собрание, по очереди все помолились, рассказали свои нужды, и мама говорит, помолитесь, пожалуйста, обо мне, чтобы я могла что-то сделать для Бога полезное. И снова Давид говорит, у меня на лице написано, it's impossible. На лице написано, это невозможно. Мамочка, ну каман, ну мамочка дорогая, слава Богу, что ты уже дома с нами. Это нереально. Но мама попросила, знаете же, все-таки жалко. И они молятся, они молятся этой молитвой. Дальше проходит некоторое время, приходит, приезжает один миссионер в их город, открывает церковь, встретился с мамой, они пообщались, и мама спрашивает у него, чем я могу вам помочь. Я думаю, миссионер, наверное, растерялся от такого вопроса. Тут с руками, с ногами не помогает, а тут сидит человек на коляске и предлагает помощь свою. Но он говорит, у нас будет начинаться воскресная школа, если бы вы не против, можно было бы с детьми помочь. Он уехал, хорошая была беседа, встреча, дальше мама смотрит на Давида, а Давида, вы знаете, снова реакция, да, мама, it's impossible, мама, ну каман, ты уже и так молодец, мама, за то, что у тебя такие вопросы, такие желания, ты уже мамочка молодец. Но мама не останавливается, говорит, нет, Давид, мы будем помогать, мы будем участвовать, мы будем служить, я хочу быть полезной. Но мама не ходит, мама руками не работает. И дальше, они ходили пару недель, или сколько, в эту церковь, детей нету, это новое начало. Мама говорит, нужно детей свозить с города, нужны автобусы. Она снова, Давид, иди сюда, давай будем искать. А Давид говорит, мама, у нас есть две проблемы. Первое, у нас нету автобусов. А второе, у нас нету денег. Мама говорит, Давид, ты полностью прав. Ты так четко ориентируешься в ситуации, вот почему нам нужно найти эти автобусы. Они узнали, что есть компания в городе, куда они едут вместе с мамой, в компанию, которая арендует автобусы. Задумка этой женщины, чтобы свозить детей в церковь, в воскресную школу. Когда они приезжают в ту компанию, мама же, это все коляска, это уже понимаете, это все не просто зайти и выйти с машины. Она вдруг падает на парковке, в этой компании. И она начинает от боли стонать. Говорит сыночек, дай мне здесь полежать, дай мне здесь время. Сын отворачивается, начинает плакать. Потом вытирает слезы и говорит, мама, поехали домой. Мама, ты уже так много сделала. То, что ты попробовала, это уже подвиг. Мама вздыхает, говорит, нет, сынок, вставай, пойдем. Пойдем в эту компанию. Думаешь, мама, ну, мама, ну, зачем тебе это? Ведь у тебя все поймут, все простят в твоей немощи и даже Бог. Ну, зачем ты идешь на это? Заезжает, завозит у нее на коляске в эту компанию. И женщина это обращается к этой секретарше, говорит, мне нужен автобус. А она ей отвечает, вы имеете в виду, вы хотите взять в аренду? Она говорит, нет, мне нужен автобус бесплатно. Она говорит, извините, у нас как бы так не работает. Ну, я, говорит, могу спросить у нашего менеджера, вице-президента. Он говорит, хорошо, спросите. Она звонит и говорит вице-президенту, тут есть одна женщина, которая говорит, что ей нужен автобус и бесплатно. Вице-президент сказал, скажите ей, пусть уходит. А секретарша говорит, вы сами ей это скажите. Она на коляске здесь, она даже не ходит. Вице-президент спускается в этот офис и говорит, женщина, давайте не будем тратить время. У нас как бы, мы понимаем друг друга. Для того, чтобы это работало, вам нужны деньги. Когда они у вас будут, вы сможете вернуться и взять тогда автобус и возить ваших детей. Давид начинает уже маму вывозить. А мама говорит, нет, стоп. Спрашивают у него, слушай, ты хозяин этих автобусов? Он говорит, нет. Говорит, тогда позови мне хозяина этих автобусов. Он говорит, я не думаю, что он будет с вами разговаривать. Секретарша набирает олнера компании и вдруг, к удивлению всех, этот хозяин компании спускается и начинает разговаривать с ними. И он говорит ей, женщина, знаете, почему я спустился? Потому что, когда вы выгружались с машины, пересаживались на коляску, вы упали и вы там стонали, вы вскрикнули от боли. И это случилось перед моим окном. И когда я это видел, у меня был один вопрос. Почему эта женщина настолько настойчиво пытается на своей коляске заехать в наш офис? меня просто сердце моё настолько встревожилось, откуда такая сила внутренняя, где руки и ноги не работают. И она ищет автобус. Он ей говорит, вы знаете, мы никогда такого не делали. Он говорит, но она говорит ему, что если ты станешь один день перед Богом, то мой Бог будет очень расстроен, что ты за свою жизнь ничего доброго для Бога не сделал. Бизнес у тебя идёт классно, но для Бога ты ничего не сделал. Он так задумался, а потом говорит, ну, друзья, вы знаете, женщина, если бы даже я вам дал автобус бесплатно, то вы понимаете, у вас есть другая проблема, у вас нету водителя. и она отвечает, ты совершенно прав. Вот почему мне нужен не только автобус, но и водитель. Ваш. Бесплатно. Давид уже нервничает, пытается маму куда-то снова вывезти. Мама говорит, нет, 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 ещё подождите, у нас вообще город большой, растянутый, чтобы свозить людей со всех краёв города, нам нужно вообще два автобуса. Вы понимаете, как там у всех пот вытирается, очки поправляются, все не знают, куда смотреть, но просто перед ними только один человек в немощи, который двигает горы. Крушение происходит в мышлении, в сознании. Вы понимаете, как что-то ломается даже у здоровых, ломается на уровне мыслей. Просто как это? Is it possible? How is it possible? Как это вообще возможно, что этот инвалид на коляске будет нам такие вызовы делать? В итоге, друзья, этот хозяин даёт им два автобуса, два водителя, бесплатно, и это было не одно воскресенье, как он говорил, что только на одно воскресенье, а ещё много-много месяцев. Эта женщина больше тысячи детей свозила в воскресную школу, которые слышали, весь Евангелие слышали о Боге. вы понимаете, друзья, женщина-калека. У меня такой простой вопрос ко всем здоровым, с ногами, с руками, друзья, с глазами, у кого шея работает. Вы думаете, мы имеем право для Бога что-то не делать, а жить для себя? у нас есть оправдания? Есть excuses? Мы заняты, мы... Вы понимаете, как сила Божья действует в немощи? В немощи. Сила Божья так действует, об этой истории знали весь город. И все узнали, что эта женщина не простая, она дитё Божье, она Богу живому служит, она благословенна, она не просто в своей немощи сама умирает от саможалости, я такая несчастная, я такая вот калека, обижается на Бога, на людей, она людям ещё благословение несёт. Вот сила в немощи, это яркий пример простого человека здесь на земле, друзья, и эта сила в немощи, она действует и сегодня. по-любому мы будем что-то делать, по-любому мы будем чем-то заниматься, по-любому мы все чем-то заняты. Но как важно за свою жизнь ещё и приносить Богу славу. Филиппийцам 2,13 написано, сам Бог, внимание, производит в вас и в тебе, брат, и в тебе, кто смотрит онлайн, производит в тебе желания, действия, которые соответствуют Божьей воле, по своему благоволению. Услышь меня, дорогой брат, сестра, Бог в тебе производит желания и действия. Не потому, что я тебя вдохновляю, толкаю, сам Бог заинтересован, сам Бог эти мысли посылает в каждом человеке, чтобы человек что-то делал для Бога, делал что-то, что соответствует, совпадает с волей Божьей, что-то, что будет служить благословением для людей вокруг. А если мы ничего не делаем, два варианта, или мы игнорируем эти сигналы, или Бог их посылал, говорил, посылал, а когда человек игнорирует, вы с кем-то разговариваете, а вас игнорируют, вы три раза спросите, а дальше что? Больше не будете спрашивать, больше не будете просить. Но Бог точно эти сигналы посылает, в каждое сердце, в каждый дух. Вы даже не представляете, какое это благословение для любого верующего человека в возрасте, каком бы ты ни был, в каком состоянии физическом ты ни был, ты можешь руками, ногами не ходить, но ты можешь быть благословением для людей. Мы по-любому несем какое-то влияние, позитивное, негативное, благословение, или еще что-то другое. Нейтральным человек может оставаться только определенное время. Это все равно человек лезет на скалу, лезет, лезет, а потом остановился, завис так на скале и говорит, я нейтральный, я плохого ничего не делаю и хорошего. Одна новость есть, ты таким нейтральным можешь быть только определенный срок, а дальше ты либо полезешь вверх, либо полетишь вниз. Вот это судьба нейтральных. Поэтому нам, друзья, по-любому нужно двигаться в каком-то направлении. И сила Божья, она совершается в немощи. Слава Богу за это. Да, друзья, в этой немощи и Моисей, помните, он пережил, в этой немощи был Иосиф, помните, сколько он тоже прошел, но потом, какое благословение. Когда мы умираем для своей гордости, тогда в нас возрастает эта сила Божья, которая совершается через нас, друзья. Вот почему сила Божья, она действует именно в немощи. Слава Богу за это. Почему смирение, оно важно для нас, друзья. 2 Коринфянам 12, опять же, наша история. Мы с вами читали о том, что жало было дано апостолу Павлу в плоть. Я хочу вам всем напомнить главную причину, почему у него он жил с болью. Главная причина написана, чтобы я не превозносился. По-английски очень четко написано. So to keep me from becoming proud. Это дословная, прямая гордость. чтобы меня избавить от гордости. Хочу вас еще отметить, что источник зла это не Бог. Здесь написано, что дано мне жало в плоть и дальше кто? Слуга сатаны. То есть, источник зла это не Бог. Но Бог иногда допускает какие-то обстоятельства в нашей жизни. И у каждого из нас Бог регулирует. Бог допускает. Как будто у нас стоит какой-то регулятор вот этой гордости, который помогает нам иногда оставаться в смирении. У Павла были причины для гордости. Он был иудей, который мог гордиться своей идеальной религиозностью. Он был из колена царя Саула. Апостол Павел был фарисей. В то время это были образованные. Им давали первые места в обществе. Это были очень духовные, религиозные люди. Он был ученик известного раввина. Он безупречно соблюдал закон. Он много достиг в духовной жизни. Он пережил кораблекрушение. Его побивали камнями. Он терпел голод. Кажется, он мог всем этим гордиться. Какой я молодец, сколько я пережил и как Бог в моей жизни действует. И это была правда. Бог в его жизни действовал. Вот так, друзья, сегодня такие же иногда обстоятельства может быть под другим углом проходят и в нашей жизни. Иакова 4,6 написано Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Это, друзья, значит, что Бог особо помогает смиренным людям и Бог особо противится гордым людям. Важно услышать, увидеть две грани с двух сторон. Смотрите, с обеих сторон читайте. И справа налево, и слева направо. Бог гордым противится. Гордые люди, у них, они могут много делать, у них способности есть, у них много чего есть, но у них всегда вот где-то терпят какое-то вот, у них не складывается где-то что-то. Потому что сам Бог, Он противится гордым людям. Трудно тебе идти против вражна. Поэтому не стоит тратить силы в этом направлении. Слава Богу за то, что Бог, Он на стороне смиренных. Да, друзья, гордым людям им эта тема не нравится. Если вы слышите о смирении, и вам сразу хочется отключиться и выключить, это маленький симптом гордости. Сама тема просто раздражает. отношения в этом контексте Писания, которое мы прочитали, Якова 4, 6, говорится о смирении. Если вы прочитаете эту же главу, контекст этой главы чуть выше, там говорится об отношениях. Там написано у вас вражда, распри, вы завидуете, написано не злостовьте друг друга. Это все в этой же главе. то есть вывод, контекст в чем должно проявляться смирение, это в отношениях между людьми и в отношениях между Богом. Нельзя быть только смиренным по отношению к Богу. Это все равно, что очень легко любить детей в Африке. Ты их и не видел, и не будешь видеть, но ты их любишь, и ничего для них не сделал. Точно так же и по отношению к людям. Поэтому друзья, здесь именно об этом идет речь. Состояние нашего сердца. Когда говорится о конфликтах, говорится об отношениях, мы с этим сталкиваемся регулярно. И здесь Писание призывает нас проявлять смирение, это не значит, что ты совсем согласен. Как с тобой поступают несправедливо, это не значит, что ты с этим согласен. Как к тебе относятся где-то грубо, делают тебе больно, это не значит, что ты согласен со всем, что это нормально. Это ненормально. смирение, твоя, ты проявляешь смирение, твоя позиция смирения не в том, что ты согласен, а в том, как ты говоришь, как ты отвечаешь, как ты смотришь на этих злых людей, которые тебя обижают. Вот именно вот эта позиция смирения и приносит мир, друзья. Вы даже не представляете, как важен мир и покой в сердце. Это возможно только в сердце смиренного человека. Человек, который бубнит, который полон негатива, который недоволен, который вот это стрессует, который гонит, который всех обвиняет, который ропщет, который орет. Ну какой там мир? Вы же понимаете, как можно совместить эти две понятия? Вы даже не представляете, человек, в котором сердце есть мир, он может пережить голод, любой кризис. Главное, чтобы был мир в отношениях. Вот люди, которые недавно приехали с Украины, которые пережили войну, они вам скажут, что как важен мир, какая ценность в мире. Можно быть бедным, можно не иметь дома крутого, машины, но как важен мир, чтобы просто было спокойно, чтобы не стреляло, чтобы ночью можно было спать, чтобы не было этих натяжек. Идешь в офис, идешь домой, и вот эти натяжки, напряжения, так тяжело, никакие деньги, миллионы, ничего не исправят это. Как важен мир в сердце, это такая внутренняя сила, мир Божий, который превыше человеческого ума, вот он обитает в смиренных людях. Именно в смиренных людях. Состояние гордого человека обиженный, раздраженный и постоянно кто-то виновный. Еще раз, состояние гордого человека, он постоянно обиженный, раздраженный и всегда кто-то виновный. Виновные 100% есть Но зато у них другая реакция На этих виновных Поэтому В этом смирении еще, друзья Есть в этом контексте Вот это Якова 4, 4 глава Можете дома ее почитать Там также написано чуть выше Что Бог до ревности любит людей То есть Бог ревнует Когда люди любят что-то другое Больше, чем Бога И дальше чуть ниже в этой главе написано Бог гордым противится Смиренным дает благодать Если в нашей жизни есть что-то Что мы больше любим, чем Бога Бог ревнует Как это может делать жена или муж То есть Бог заинтересован Настолько в верности человека Настолько заинтересован В этих отношениях Что иногда Он помогает Любя нас Смиряет нас Нам кажется Ну и такой Бог непонятный Строгий Скажите, пожалуйста А когда ваши дети там начинают Не по-вашему что-то делать Вспомните, да? Как вы с детьми Как вы их смиряете? Помните? Иногда и не хочется вспоминать Но мы их смиряем Вот так вот иногда бывает И Бог Только с большой любовью Смиряет нас Псалом 118 Давид признается и говорит Заблуждался я Пока я не пострадал Но теперь По слову твоему повинуюсь То есть Давид признает Что страдание Послужило для него Исправлением Тем самым он признает Что это было ему На пользу Возможно Господь что-то допускает И в твоей жизни Что нам Конечно Не нравится Нам конечно Это не нравится 1 Петра 5-10 Написано Бог же Всякой Благодати Сам По кратковременному Страданий Вашим Да совершит Вас Да утвердит Вас Да укрепит Вас Да соделает Вас Непоколебимыми Смотрите Мы проходим Трудности Страдания Об этом написано В Писании И написано Что Бог Всякой Благодати В новом переводе Написано Бог Источник Благодати Важно знать Бог Источник Благодати Если эта благодать Нам помогает Как важно Быть подключенным К источнику Быть подключенным К источнику И Бог Посылает Эту благодать И несмотря На трудности Штормы В жизни Мы их все Проходим Но написано Да совершит Да укрепит Да соделает Тебя стойким Непоколебимым Сильным Твердым В духе Внутри Вот цель Вот это цель Бога Делать человека Твердым В духе Еще одно Условие Благодати Бог Смиренным Дает благодать И написано В Псалом 83-12 Ибо Господь Есть солнце Господь Есть щит Господь Дает благодать И дальше Кому Ходящим В непорочности Праведным людям Чистым Верным людям Бог дает Благодать Друзья Когда мы говорим О смирении То важно Помнить Что никто Не смирил себя Больше Чем Иисус Христос Филиппийцам 2.7 Написано Он Унизил себя Уничижил себя Признав Приняв образ Раба Сделавшись Подобным Человеком И по виду Став Как человек Смирил себя Не потому Что выбора Не было Быв послушным Даже до смерти И смерти Крестной Сегодня я хочу Напомнить Всем людям Которые еще Не знают Иисуса Христа Что Иисус Христос Пришел в этот мир Ради тебя Чтобы простить Твои грехи Чтобы дать тебе Вечную жизнь Он себя так смирил Что он Твою вину Все твои промахи Все твои Нездержанные обещания Все зло Все что ты сделал Тайно То что Рассказывать стыдно Все Иисус Христос Взял на себя Смирил Себя Потерпел Страдал За тебя И сегодня Когда он говорит Все мои последователи Будьте похожими на меня Он имеет моральное право Сказать Вот это мои люди Вот это мои люди Даже на инвалидных колясках Они могут светить Они могут быть солью Да Вот это мои люди Они в немощи Они могут быть сильны Я призываю всех людей Сегодня Христиан Кто слышит нас онлайн Кто здесь сегодня Мы не имеем права Сидеть Просто жить для себя Христос Он умер За всех Чтобы живущие Не для себя Жили Представляете Христос Умер Чтобы люди Не жили для себя Не только Он умер Ради прощения Грехов Не только Он умер Ради жизни Вечной Он умер Чтобы люди Не были эгоистами Он умер Чтобы люди Не просто Жили для себя Я надеюсь Что вас подрывает Внутри Вот это желание Нет Я буду Я найду Я найду себе Служение Я найду себе Угол Я буду полезным Я не буду просто Заботиться Только за своих детей И только за свой бизнес И только за свой дом Хотя это тоже надо делать И мы все это делаем Но есть что-то большее К чему христиане Призваны в этой жизни Чтобы распространять Новости о Иисусе Христе И его надежде Итак Пять заключительных пунктов У вас на экране Перед нашей молитвой Вы можете их запомнить Сфотографировать Итак Как укрепляться благодатью Первое Понять значение И действие благодати Вы можете обратиться К Богу в молитве И сказать Господи Помоги мне понять Я не знаю Как это работает Я не понимаю это Оно звучит хорошо Но научи меня Укрепляться благодатью Что это? Помоги мне разобраться Второе Признай свою беспомощность Признай Что ты без Бога А ты ничто Третье Питайся Словом Божьим Ты по-любому Чем-то питаешься Ты не можешь Ничем не питаться Четвертое Проводи время с Богом Утром Вечером Но закрывайся С ним сам И пятое Помни Бог смиренным Дает благодать Он дает ее благодать За этим словом Стоит сам Бог Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok